Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодняшней темой моего видео будет синячки. Как убрать синяки и мешки под глазами. Естественно, если у вас такие конкретные синяки, то лучше обратиться к косметологу. И они у вас не проходят. Несмотря на то, что вы высыпаетесь и ведете правильный образ жизни, лучше обратиться к косметологу или врачу. И лечить это изнутри. Но если же вы просто хотите все это дело замаскировать косметикой, то я вам расскажу, каким способом это можно сделать. И начнем с того, что для того, чтобы убрать синячки под глазами, нужно использовать кремовые, жидкие текстуры или крем-флюид со светоотражающими частичками. И если вы уже имеете морщинки возле глазок, то здесь лучше, конечно, использовать крем-флюид со светоотражающими частицами, которые будут убирать визуально и морщинки, и синячки. Я вам покажу пример. На вот такой вот четверочке, вот она. И тут также не только текстура должна учитываться, но и подтон консилера, корректора, потому что вот если у вас синяк синий или фиолетовый, то лучше использовать корректор с желтым подтоном. Если же у вас синячки такие вот коричнево-красные, то здесь пойдет вам вот такой вот зеленоватый корректор. Если у вас синяки именно с таким зеленым подтоном, то вам пойдет туда такой вот красный, скажем так, корректор. Он сейчас есть, продается красный корректор, который именно убирает зеленые круги под глазами, то есть синячки. Также лососевый, ну, желтый, лососевый, тоже хорошо все скрывает, освежает. И у меня есть такие вот в двух экземплярах, это даже в трех, вот сифора, корректор такой больше вот здесь вот желтоватый, здесь вот более такой лососевый оттенок. Потом и в салоран тоже, в третьем оттенке тоже больше такой лососевый, и текстура у него очень такая подходящая. Именно под глазки она не подчеркивает морщинки, а именно прям ложится аккуратненько, хорошо и придает такую вот свежесть взгляду. Корректор вообще под глазками, если вы хотите освежить свой взгляд, просто у вас нет синяков, вы просто хотите придать такой свежести взгляду, то лучше использовать, конечно, такие флюидики в виде, ну, вот как бы от L'Oreal Lumi Magic в оттенке 1 Ligt. Но тоже вот у меня все корректоры с таким все равно как бы желтоватым подтоном, легенькие. Это что касается, за текстуру я вам сказала, за подтон тоже сказала. Затем скажу вам такой небольшой, ну, я не знаю, трюк не трюк, может вы об этом и знаете, ну, как бы для себя. Вот у меня такой сиси-крем есть от Bourjois, тоже весь YouTube о нем пел и рассказывал, какой он классный. И имеет три пигмента здесь. Он мне нравится в общей картине, потому что, ну, как бы я не имею никаких синячков, никаких кругов под глазами, слава Богу. И, как бы, в такой проблеме я, в таком вот именно продукте, да, именно для синяков, я не, как бы, сильно не нуждаюсь. Ну, чисто, как бы, освежить взгляд, как я уже говорила. Но вот этот вот сиси-крем очень хорошо подходит, если вы хотите убрать синячки, там, круги и все остальное под глазками. Он очень легенький, он имеет такую SPF 15 имеет. Там разные оттенки есть, но вот у меня именно в оттенке 32 беж-кляр, то есть прозрачный беж, и он очень хорошо подходит для того, чтобы, если вы, допустим, наносите, да, там, тональный крем, и можно вот это дело нанести, и все будет хорошо смотреться, легенько, никуда не забивается, и красиво смотрится. Если же вы, допустим, не используете вообще днем никаких, не хотите использовать никаких тональных средств, опять-таки, можно воспользоваться или специальным продуктом, корректором, консилером под глаза, или же, опять-таки, вот этим сиси-кремом, чисто вот под глазками, и растушевать, растушевать до своей, до своего, как сказать, до своей кожи на лице, и как бы на этом все. Поэтому припудривать, если у вас, конечно, жирная кожа, то транспаратной пудрой можно, конечно, зафиксировать, если сам консилер не держится. Для сухой кожи, в принципе, я такого не советую, потому что сухая кожа и так, как бы, сухая, еще и на нее пудру наложить вообще будет сахара. Поэтому, и да, еще один такой момент, под корректор, консилер или тональный крем обязательно глазки нужно увлажнять и подождать 2-3 минуты, чтобы ваш крем под глазки, как бы, пропитал кожу вашу, и остатки потом салфеточкой промокнуть, чтобы консилер или корректор лег хорошо и никуда не забивался. Я надеюсь, что было полезно вам. Если да, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, напишите, что делаете вы, какие способы применяете вы для таких вот, для устранения синячков, мешков. Всех люблю, всех целую, до новых встреч, увидимся, пока!